здравствуй дорогой зритель приветствую тебя на своем канале я психолог и сексолог салимов артем и это мой канал о психологии сексологии астрологии картах таро о моих путешествиях и обо всем что мне интересно это видео из цикла девственность и сегодня у нас с вами как я и обещал разбор фильма 40-летний девственник да это такая уже классика комедийная американская классика я кстати и сам смотрел в первый раз когда готовился к этому видео надо было проанализировать и в уже в народе есть некое такое выражение да есть этот образ 40-летний девственник которыми мы характеризуем лиц людей которые не занялись сексом в достаточно зрелом возрасте либо не хотят либо у них по каким-то причинам это не получается да вот само понятие девственности и если ты расстался с ней скажем так позже своей возрастной своей группы социальной то ты вот и считаешься как будто не таким да и вот то есть вот это позднее поздняя дефлорация позднее расставание с мужской и женской дети девственностью является ну такой некой стигмой что ли и поэтому перед тем как мы будем анализировать этот фильм и вообще поговорим о поздней девственности о психологии да вот этих 40-летних девственников так называемых я тебе попрошу тоже этот фильм посмотреть поэтому сейчас поставь на паузу набери в интернете этот фильм он замечательный я думал что какая-то тупая американская комедия оказывается очень аналитичное кино и после просмотра возвращайся на мой канал не забудь подписаться поставить лайк и написать комментарий как тебе фильм и так представим что вы уже посмотрели этот фильм или правда посмотрели и что мы там видим да вот этот самый 40-летний девственник мужчина проживающий один в своем таком небольшом домике кстати он внешне такой был привлекательный да он был симпатичный актер что первое бросается в глаза да вот это его некая такая детскость инфантильность его коллекционирование вот этих игрушек каких там супергероев которые он очень любил да вот эти его постоянно компьютерные игрушки вообще коллекционирование а стоит нам сказать что это говорит об фиксации на анальной стадии по психосексуального развития по фрейду да вот такая тревожность все себе автономность в том числе вообще он дома любил прибывать караоке дома значит что там еще танцевал дома не на дискотеку ходил не на танцы спортом занимался даже фитнес-клуб не посещал а вот у него дома были тренажеры или даже там не совершал пробежку по району не дышал свежим воздухом а вот все дома конечно партнерша не появится если он такой весь изолированный что еще бросается здесь в глаза при описании его личности вот вы знаете вот он скажем так такой правильный вы видели да вот эти всякие его рубашечки все это вот его пола весь он такой аккуратненький на велосипедике ездит значит не пьет не ругается вы видели у него заметили в фильме не были проблемы с агрессией а вот секс и агрессия это два важных таких драйва два важных стимула и он ее никак не демонстрировал он никак не защищал свои свое мнение свое пространство а он что делал он уходил да он уходил вот это вот это там с работы с коллегами с какие-то там конфликты он никак не высказывался и никак не отстаивал свою позицию и потом кстати да вот этот в когда он стал раскрываться когда с этой девушкой к сожалению не помню имена их вот у них были отношения и петинговые такие формы да и он стал такой более достигатором у него сразу на работе стало лучше да до этого он работал на какой-то там каким-то был закладовщиком или на складе работал а потом там старшим старшим продавцом он стал как-то свое я показывать больше да это вот то есть он стал созревать впоследствии перешло с анальной стадии вот на фаллическую да вот этот вот фаллос фаллократия да вот это вот амбициозность мою я он стал это показывать так что еще здесь ну он что вот он воспитанный нет такие шпаргалочки есть по фильму записанные он воспитанный ему даже друзья говорили да вот что ты ставишь мохнатку на пьедестал да вот этот комплекс женщина мадонна что женщина это вот такое вот прям вот святой что до нее вот никогда же прикоснуться нельзя кстати этот же самый миф часто они транслируют и сами женщины да вот что то она вот вся такая вот не такая никак ты к ней никакой на козе драна не подъедешь никакой стороне к ней ты никак не подберешься да вот отсюда и берутся такие сорокалетние детственники мужчины и они даже друзья говорили что ты лохматку ставишь на пьедестал да вот это еще может быть страх зубастая вагина вот это дентис вульва по моему да которая была описана еще фрейдом вот ему говорили ты должен поступить неправильно но вот такой вот весь правильный вот такой вот весь вот все запланировано вот весь контролирующий не напивался даже пьяным в баре было в конце где он напился и он потом он взял эту самую девчонку и практически ничуть сексом не занялся в ванной был у него вот показан хорошо в фильме был бы еще интересным с какой он семьи вот вот это все показывали его молодые годы что он встречался с девушками он пытался с ними заняться сексом но в первый раз его напугала практически зубастая вагина при попытке сделать ему оральный секс девушка у нее были в зубах эти брекеты брекеты он испугался потом там одна его пощекотала он тоже ее нечаянно за щекотки ударил на она на него обиделась ушла и еще один раз он кончил в штаны у молодых людей это бывает и полюция ночью и на первых этапах полового созревания да вот невозможность контролировать семя извержения при регулярной половой жизни оба этих явления быстро проходит не интересовался он эротика не интересовался он порнографии да вот помните вдруг ему вот принес этот самый ящик порно журналов этой порнухи вот посмотри ее вообще посмотри что такое секс ты 40 лет ты ни разу даже этого не видел как им занимаются даже не знал строение половых органов вот он поэтому и записался с этой с дочерью девушки с которой встречался на эти курсы полового просвещения да все эти муляжи как выглядит тело то есть вот это интересно что и в подростковом даже возрасте он не испытывал интереса с чего сделаны девочки с чего сделаны мальчики познание своего тела что ли да вот много раз там показывали его в этих каких-то не эротичных вот этих семейных трусах он в них ходил и в бар он там со стояком и мы можем сделать вид о том что он даже не мастурбировал да как он вот мастурбации относился значит везде свечи зажег какую-то там пижамку такую вот всю наглаженную все выстиранную везде смазочка салфеточки фильм этот включен и ему не понравилось и он даже себе никак приятное не сделал да вот так то есть такая задержанная что ли сексуальность да вот на много лет задержалась да вот или может быть кое-то фобия у него наблюдалось да конечно здесь интересно было бы произвести диагностику по тестам там тест айзенка тест потемкиной можете даже сами в интернете набрать там у себя по шкалам посмотреть то есть собрать с него такой анамнез было бы интересно вот еще что не умеет надевать презерватив то есть в подростковом возрасте он там была бым молодым человеком обычно покупают люди презервативы и стараются как сначала пробуют их примерить это интересно да либо в школе показывают на улок на уроках полового просвещения в нормальных странах как пользоваться презервативом чтобы никаких ни болезней не было ни этих самых нежелательных детей а потом ребята то же самое делают дома да они могут попробовать и помастурбировать сравнить ощущения какие ощущения тактильные с презервативом без презерватива да то есть как это вот расширить свою осведомленность он же в 40 лет даже этого не мог а вот когда ему это подружка быть я сейчас в душ вот пожалуйста презервативы дала ему саму шкатулку с ними и он там с ними игрался как ребенок надувал их как шарики ну этим надо что называется переболеть в детстве да там на руку на пальцы ног уных натягивал ну вот ну 40 лет вот такая инфантильность вот наивный он еще да вот такой вот он верит всем и всему то есть он такой прям анальник но тем не менее вот эта инфантильность дает ему найти подход с детьми вот эти его платонические чувства да женщинам кстати больше нужна вот эта романтика да вот что-то такое платоническое нужно время и он был готов дать это своей партнерше там 20 свиданий они отсчитали после которых они планировали заняться сексом да вот это здесь конечно сыграло в плюс что сказать отдельно про нее про вот эту девушку но смотря на нее вот все таки сексологии сексуальность это парная функция да не устаю повторять и в сексологе когда у меня есть клиенты сексуальными запросами мы так или иначе переходим еще на тему партнерских отношений и часто люди приводят свои вторые половинки или сразу обращаются в паре эта динамика идет быстрее чтобы там есть ресурсы и тоже много чего не проговорено у второй стороны и какое-то свое видение но конечно нас интересуют здесь ресурсы и вот этот самый ресурс поддержку время принятие доверие да она смогла подстроиться под него она его любила она его ценила это помогло да вот мало какая наверное женщина она не высмеяла вот вот именно сама героиня этого фильма приняла мы видели что в первую брачную ночь где первый секс у них случился конечно там он быстро кончил как-то она в таких было в немножко в расстройстве но потом он это все быстро наверстал и и вошли они в такую среднестатистическую норму в свою в свой ритм сексуальный ритма своей пары и все у них было нормально да поэтому вот здесь важно при первом сексе кстати у меня есть видео психология девственности где там даю рекомендации людям которые собираются расстаться с девственностью они подходят это видео и для девочек и для мальчиков поэтому смотрите наслаждаетесь присылайте своим каким-то подросткам молодым людям которые вот-вот готовятся этого хотят или если не хотят чтобы у них это было в доступе им это потом пригодится пускай это лучше будет так сказать под моим контролем чем это будет где-то в гараже и непонятно что потом все будете страдать все равно придете поэтому лучше скажем так предупредить лучше не допустить проблему сразу не доводить до плохого до греха вот важность партнера что еще здесь можно сказать конечно в наше время а каким бы оно ни было все таки есть тренд на толерантность вы знаете в наше время тем более при эпохе интернета если вдруг вам 40 лет 25 30 35 50 или там 20 а вы переживаете что вы еще девственница или девственник вы знаете не пугайтесь в наше время в эпоху глобальной коммуникации и где ценится все уникальное все необычное и вы таки кому-нибудь понравитесь грага главное в правильном месте найти этого человека знать правильные места правильные сайты не переживайте как говорится каждый твари по паре вы такие своего все равно найдете вот что еще мы можем вот сказать о психологии сорокалетних девственников вот в как могут получиться они ну во первых это задержанное психосексуальное развитие ввиду каких-то социальных или биологических проблем может быть каких-то комплексов да также порожденные там воспитанием например может быть изначально вот были такие предпосылки личностные какой-то ауть аутичности застенчивости неуверенности в себе может быть то вот так воспитана чрезмерно вот скоро скромно может быть это была эпохондрия страх заболеть подцепить что-нибудь да или боязнь боли девочку могут да вот так мама не может внушать вот не надо в себя пускать до береги свою дырочку а то больно будет а я я и кровь пойдет да и здесь девочка зафиксировалась вот у сальвадора далее у меня кстати есть видео с его разбором а астрологическим психологическим поэтому подключайтесь смотрите да вот он был таким эпохондриком он избегал коэтуса вот а также те кто подверглись сексуальному насилию в детстве или в подростковом возрасте в дальнейшем в у них отбивается да они отбиваются они боятся секса это могут быть отношения по типу инцеста психологического в первую очередь да вот эти все папины дочки мамины сыночки как так да я маминкин сынок как так я буду трахать еще какую-то другую девочку да я не буду своей маме изменять я буду вот с ней или папина дочка да как так вот у меня папа мой самый главный мужчина вот мой самый вот главный человек только он настоящий только он меня любит а другие козлы они хотят от меня вот только цветочек сорвать его растоптать да вот может быть такая проекция на папу на брата на дедушку у девушек знаю таких некоторых может быть знаете сама среда неподходящая но вот такое бывает что даже там в семье рождается какой-то другой ребенок а вот с другими какими-то вкусами пристрастиями может быть неподходящая среда да вот но может быть нравятся там ему африканки живут они в какой-нибудь сибири да ну где ты там найдешь ее вот поэтому с возрастом кто-то уезжает да кто-то как-то там довольствуется может быть съемным сексом может быть какой-то определенной формой там сада маза например да поэтому легче заплатить проститутки вот кто-то естественно воспитан в религиозных таких нормах канонах вот ждут архангела гавриила когда к ним спустится значит скажет им про непорочное зачатие на вот эти самые нереалистичные установки значит сказочный принц который вот должен к в какой-то момент к тебе прискакать на белом коне и вот только ему ты можешь отдаться либо это должна быть вот ну буквально там какая-то мисс мира какая-то волшебная вот фея которая тоже материализуется перед тобой и вот только ей ты только в нее так унешься да и вот на нее значит и зальешь свое семя ну реальности да здесь реальность у нас другая вот что можно сказать можно ли прожить без секса конечно можно да вот эти есть люди с инвалидностью врожденной есть люди которые выбрали для себя бед целомудрия либо их жизнь так сложилась вот подписывайтесь на мой канал следующий за этим видео выйдет ролик мой про знаменитых девственников мы поговорим посмотрим на них и кстати некоторые характеристики они переносятся на них тоже поэтому следите за обновлениями на моем канале без секса конечно прожить можно нельзя прожить без еды воды и туалета без секса можно можно но сложно некая специя в на пиршестве жизни она теряется скажем так или какое-то очень вкусное блюдо жареный десерт у каждого метафора своя но конечно гормоны да и эластичность половых органов да она скажем так портится снижается снижается эмоциональный фон что тоже влияет целиком и полностью на гормоны согласно статистике на 2008 год который опубликован в американском журнале общественного здравоохранения да но показывает что люди потерявшие девственность в возрасте 22 лет чаще сообщали о своих сексуальных проблемах чем люди которые занимались сексом в возрасте около 18 лет а что является нормативом среди проблем попытки достичь достичь оргазма возбудиться и сохранить эрекцию исследования под руководством профессора медицины майкла айзенберга из стенсорского университета проанализировали значит данные опроса двух двух тысяч четыреста шестидесяти шестидесяти девяти мужчин и более чем пять тысяч женщин в возрасте от 25 до 45 лет и из них 13 и 9 процентов мужчин и 8 и 9 процентов женщин заявили что ни разу в жизни не вступали в сексуальные отношения да довольно таки много не один человек скажем так ученые из корнельского университета в итаке штата итака сша называют около 3 3 процентов граждан от более чем чем трехсот миллионный жителей страны америки которые до 35 лет так и не вступили в половые отношения в качестве двух основных факторов связанных с таким выбором ученые приводят религиозность на самом деле америка очень религиозная страна религиозная община приход там крайне это важно да вот мы даже в симпсонах это видим там постоянно церковь вот по воскресеньям они в церковь это в американском социуме то есть чего нет в российском и отказ от употребления алкоголя а при этом случае с женщинами была также найдена взаимосвязь между наличием высшего образования и сохранением детственности в зрелом возрасте да образование высшее в сша тоже другое туда идут осознанно на это тратит время и деньги это не каждому доступно но и качество этого образования да но учит критически мыслить сравнивать для себя хотя сейчас конечно есть и кругом и левые профессора вот и идеология но не суть поэтому вот девушки уходят в науку и сохраняют свое девство вот также среди них анализируя их детство предпочитали они одиночество да да нежели игре со сверстниками они могли быть отвергнутыми детскими коллективами либо подвергались со стороны других детей насмешками нападками и да это также повлияло на их коммуникативную компетентность да и так вот сохранили свою невинность но еще раз повторяю друзья мои если вдруг вы смотрите это видео вам сколько-то лет и вы переживаете что вы еще девственник или девственница то поверьте мне в наше время уникальности индивидуальности и тем более интернета да элементарно на авито можно это выставить эту деятельность эту самую девственность и поверьте мне ее купят за очень даже хорошие деньги либо приходите на психотерапию ко мне все мои контакты все мои ссылки есть в описании под видео пишите вопросы в комментариях либо мне присылайте на указанные контакты делитесь вашими историями которые я анонимно также поделюсь со своими зрителями слушателями и читателями поддерживайте мой канал если хотите финансово буду рад вашим лайкам вашим комментариям репостом обязательно подпишитесь чтобы быть в курсе всех событий и не пропустить новый ролик и увидимся с вами в новых видео всем пока а 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 в а а а